Это наш кулинарный отдел. Мы хотим взять или вот этот тортик на завтра, или вот этот. Один лимонный, один с ягодками. В зависимости от даты, когда мы сделали. Еще мне вот этот понравился. Вот этот. И вот этот тоже тартный. Еще у них есть большой капкейк, как говорили Орел и Орешка тоже. Вот этот вот. Там есть такие тортики. Вот этот тоже выглядит интересно беленький. Тоже капкейк большой, но как бы в шансе. Моя рука, ну вот такой, больше чем моя рука. У нас еще такие торты в коробках. Вот этот розовый, не большой, еще он большой, но неплохой тортик. И остальные такие обычные тортики. У меня когда-то было такое на день рождения. На 6 лет бабушка с дедушкой подарила. Эти торты, конечно, мне кажется, залиты желатином сверху. Я хотела записать видео для истории, показать будущие ингредиенты, да, кусочки моего букета на завтра. Решила я купить цветы. Вот такие вот розы, желтые или белые, с таким зеленушным оттенком. Потом с оранжевым, может быть, с таким стелесным. Их 12 штук. Они стоили 14,99 доллара. Потом вот такие вот беленькие. Они стоили 4,99. Потом вот эти вот мои любимые. Как-то они герберы или как-то называются нежно-розовые. Они в реальности, но тут они какие-то оранжевые. Эти белые-белые с зелененькими, да, маленькими такими тычинками. Эти тоже с зелененькими. Тут еще тоже их получается сколько? Должно быть 3 белых и 3 розовых. Вон еще одна белая. То есть тут парное количество. Продается четное. Должно быть. Но мы потом сделаем нечетное. Этот букетик, вот честно вам не скажу. Наверное, 7,6,99. И вот это для микса. Мне нужны вот эти вот маленькие цветочки. Беленькие с зеленым. И вот такие у нас вообще розовые. Забыла, как называются. Они цветы как бы не очень популярны для свадеб. Ну, тоже белая роза одна. И мне нужна была вот эта вот зеленушка. Эти дома останутся потом цветочки, чтобы как-то разбавить это белорозовое облако. В общем, это все обошлось на, сейчас вам скажу, на 33 доллара. Так, конечно, дешевле покупать. Потому что заказывать отдельный букет, это будет от 200-250 долларов. И там нужно заказывать не один букетик, а заказывать полностью оформление цветочное. Я такими финансами не распоряжаюсь, поэтому будет у меня микро-мини-вариант. Я не знаю название вот этого цветка, он такой большой. Тоже куда-нибудь его припхну. Вот. И все-таки покупать под шестем намного удобнее. У меня есть ленточки. Просто показываю видео до и покажу потом после. Я там невеликий флорист, но... Что я для себя там букет не сооружу, что ли, и сэкономлю немножко денег. Потом покажу вечером, что получилось. Ну и завтра тоже сниму. То, что получится. Надеюсь, будет не все так печально. Есть надежда на светлое окончание этого всего марлезонского балета под названием букет. Решила по ходу дела быстренько снять мои процессы сбора букета. В общем, с этой стороны то, что я буду использовать. С этой стороны то, что буду, это то, что останется дома. Эти буду использовать. Это под вопросом. Эти сейчас надо будет открывать. Одной рукой неудобно. Постараемся сделать как можно красивее. Будет мне завтра красивый букет. Открыла я этот второй кусочек букета моего. И тут вот эти вот героперы, они даже не обмотаны скотчем. Обычно у нас в Украине, в Днепропетровске их обмотывают скотчем. А тут они живые, живехонькие. Даже удивилась. Классные такие, красивые-красивые. Пока еще ничего не сделала особо. Но вот такое вот мое видео. Просто на память, можно сказать, для самой себя. Ну и с вами поделюсь заодно. Занимаюсь дальше сборами своего букета. И вот насколько разные розы. Вот эта вот короткая, она толще. А вот эта вот длинная, одна белоснежная, она тоненькая. Потом размеры даже в самих бутончиках. Вот эта вот, она маленькая такая. Это большая-большая, насколько она больше видно. Ну и плюс цвет разный. Я разобрала розы, которые хочу в середину. Где-то, ну как бы, ближе к середине и совсем вдалеке. Вот эти должны быть в середине где-то. Так вот это, поотдаль чуть-чуть. Красота. Каждый будем такое наблюдать. У себя на кухне. Ну что, не прошло и 1 часа и 45 минут. Но полностью приготовление вот этого вот чуда. В общем, чутко, чтобы сделать сам букет. У меня заняло полтора часа. Еще 15 минут, чтобы мы его обрезали. И запаковали сюда. Но потом я тут еще, ну, на ночь. Они будут открыты и стоять. В смысле без ленточки. А потом утром я их завяжу. Уже заклею ленточку намертво. Уже, наверное, никогда его не разберу. Будет стоять засохший. В общем, букет получился большой. И он тяжеловатый. Или вам так могу сказать. Лицо букета вот так вот будет. Ну, вот так вот планируется. Вот. Такие вот бока у него. Как бы так его держать и снимать, показывать. Все цветы, ну, обычно у нас делают букеты из, как сказать, как бы там такое мороженое. Мороженое с водой обрезают голову цветов. Эти бутончики просто потом вставляют в перемешку с зеленью. Вот я решила всю их красоту оставить. И собрать так, как я считаю, что они простоят дольше. Вот так вот потом утром я их еще больше обрежу. Точнее, с помощью будущего супруга. Вот. То есть, тут действительно его надо делать в четыре руки, обрезать и это все складывать. Вот так вот. Такая вот красотень получилась. Завтра фотографию сделаю на фоне зеркала. В общем, понятно будет, его габариты. Но для одной руки он, конечно, тяжеловат. Ну, надеюсь, не все так плохо. И этот букет стоит дешево, я считаю. Ну, если, конечно, на гривны переводить, это дорого. 33 доллара. Это я не знаю, сколько. Сейчас посчитаем. Если доллар сейчас по 27, ну, вот и посчитайте. Это где-то 800-900 гривен плюс работа, да. Ну, там 850, хорошо. Вот. А если, конечно, заказывать. Хотя я видела в интернете, сейчас букеты такие делают, вот прям с ножками. Что-то они там мутят. Мне кажется, они зеленые листики добавляют или что-то как-то. Надеюсь, он очень простоит и утром будет в нормальном виде. Я завтра пойду. Красивое. В платье. И с цветами. Вот осталось всего два красных цветочка. Вазочки стоят для дома. Все остальное взяла с собой. Гигантский мой букет. Надеюсь, он выглядит дороже, чем на самом деле стоил. В общем, свеженько так свежо. Цветы, которые я люблю. Даже добавила гвоздики. Сейчас, какой же они у меня стороны? Две штуки. Одна, вот, и вот вторая. У них очень хороший аромат. И потому что вот эти вот беленькие маленькие цветочки, тоненькие, они как-то пахнут не очень. Вот. А надо, чтобы как-то адекватный был аромат. Пока мы будем ехать в машине аж целых 11 минут. И вот аромат будет хороший от них. Плюс розы еще пахнут. Я боялась, что на фоне вот этих белых цветов розы будут желтыми. Но не так все плохо и выглядит. В принципе, они добавляют какой-то, как это сказать, что ли, шарм или утонченности какой-то. Вот такой вот букет. Уже убрала ленточку, поставила букет. Убрала вазу на ночь. Будет ночевать. Конечно, может быть, технически он собран по-простому. Но выглядит он, надеюсь, хорошо. Вот. Сейчас у нас сколько? 9 часов 57 минут ночи. Вот скоро уже 10 будет ночи. Пора уже готовиться ко сну. Завтра вставать рано. Хочу, наконец-то, не знаю, налюбоваться им. Потому что надеюсь, что ночь простоит и все будет в порядке. Тут что-то листики так чуть-чуть у нас загнулись. Ну ладно. Это же для меня. Все равно, мне кажется, не знаю, человек такой вредливый. Поэтому даже если заказывать букет, я не думаю, что они подберут все цветы так, как бы я хотела. Я, конечно, очень люблю раненкулусы, лютики. Но тут они тоже стоят недешево. А быть, дюсит без них. Вот. Будет у меня такая красота. Не судите строго. Просто показываю, какой вариант можно сделать. Ну, по моему вкусу, конечно. Я вообще люблю такие цветы более какие-то такие состаренные. Не в плане внешнего вида, а в плане цвета. Такие состаренные розы. Такие чуть-чуть, знаете, со стариной вот какой-то. Но, к сожалению, такие были. Но они были реально состаренные от времени. Ну, то есть не свежие, очень завявшие. Вот эти свеженькие были. Поэтому пришлось брать этот сет. Ну, вот смиксовала я вот с этими вот цветами, которые мне нравятся. Вот эти, вот эти. Вот они еще здесь в продолжении вдвоем. И где-то должен быть розовый. Вот он розовый и вот он беленький. Уже утро следующего дня. Прошла ночь. Вот так вот выглядят цветы. Вроде все живые и здоровые. Никто особо не завял. И выглядят достаточно презентабельно. Осталось только сделать ленточку обратно на место, подцепить. И все. Позавтракать и можно выдвигаться. Я ждала более печального варианта. Но все живое, все нормально. Мы готовы. Сегодня позорный день. Могло бы быть больше солнышка. Все так просто, скромно и со вкусом, надеюсь. В общем, не судите строго. Поехали мы делать натуральное заверение нашего договора. Поедем уже на 11 часов в суд. Потом расскажу, как все прошло. Поделюсь новостями. Вот он наш красавец-тортик. Это все называется ShopRite Strawberry Bar Cake. Аж целых 14 долларов стоит. Такая вот красота. Будем сегодня праздновать. Ну куда же мы без старта? Я же такая сладкоежка. Как-то надо порадовать свою нервную систему после слезного утра. Но это были слезы счастья. Я нервничала, да. Ну что поделаешь. Не нервничает тот, кто, наверное, чувствует, что мы безразличны. И теперь будем праздновать. И потом уже покажу вам следующее видео. Наверное, ближе к лету уже будет информация по путешествию. И обязательно с вами поделюсь информацией, куда мы будем ехать, где мы будем отдыхать. Есть пару идей. Время покажет. Все. Всем спасибо за просмотр.